Здравствуйте! Будем делать прививку привоя черешни на подвое вишню. Черешня и вишня уже в листьях. Берем две почки привоя черешни и излишние листочки удаляем. Оставляем по два листочка. Это делаю эксперимент для тех, кто думает, что в листьях она лучше приживается. Сразу говорю, что любая прививка, сделанная до распускания листьев, приживается лучше. С листьями она тяжело и болезненно переносит цветы. Берем острый нож и делаем косой срез. Будем делать улучшенная капулировка. Та же самую косой срез делаем и на подвое вишни. Примеряем. Если не подходит, делаем подгонку. Делаем язычок. Поприводим, потом на подвое. Вставляем друг друга, чтобы камби совпадал с камбием. Привой с подвоем. Так он выглядит. Сейчас будем делать обмотку хлопчатобумажной ниткой. Хорошо прижимая друг к другу. Чем хорошо хлопчатобумажная нитка, что ее не надо снимать. Она от погодных условий потом разлагается. Делаем по чаше виток нитки к витку поближе. Хорошо прижимая. Узелок я не завязываю ниткой. Берем стреч-пленку или скотч, не клеящий. И делаем обмотку по нитке. Сильно не прижимая, так средненько, чтобы сок, если будет движение идти сока, чтобы он не выходил. Да и чтобы лишние туда бактерии не попадали, мураши ничего не заносили. Делаем два витка вперед-назад и на середине потом заканчиваем. Конец скотча вытягиваем, чтобы хорошо завязывать узелок. Завязали. Вот так он выглядит. Чем хороша лучная полировка, во-первых, срастаемость повыше, чем в других прививочных работах. И выглядит ровно. Нет никаких узелков. Вот так выглядит место прививки. А сейчас посмотрим результат прививочных работ в черешне на вишне. Вот мы находимся у вишни, на которой были привиты прививои, черешни. Черешню прививал я частично. Когда было еще не сокодвижение, была вишня еще голая, без всяких листвы. Только почка была у меня закрытая. И, соответственно, черешню прививал я без листвы. Вот мы видим итог прививки черешни. Вот черешня привита на вишни. Листочки пошли. Это уже прививочки более месяца у меня. Вот мурашки ползают. Вот тоже черешня привита. И, как мы видим, нормально развивается на вишне. Сейчас еще покажу привита тоже на этой вишенке черешня у меня. Они хорошо развиваются. Но лучше прививать так же само, без листвы. Вот тоже черешня. Вот она привита на вишенке, как мы видим. Вот привита. Вот листва. Все зелененько, все хорошо оно переносит. Вот так оно все есть. Листвы мало на вишне, потому что я обрабатывал тевиджетом. И, соответственно, что оставалось у меня от винограда, я обработал вишню. Оказывается, много. На вишне надо послабее тевиджет давать. Не вся листва сохранилась. Много погорела. Вот, которая сохранилась, они пошли в рост. А, которая нет. Это ранняя вишня меня. Вот такие итоги. Так что вывод один. Вишню лучше прививать. Если приводят черешню, лучше прививать, когда листвы нету на черешне и на вишне. Лучше прививать почками, когда еще листва спит. Нету листвы. Такие успехи желаю и вам. А то и лучших успехов прививших на работах. Всего доброго. Делаем выводы, советуем. Может, и не так, посоветуйте мне. Прямо совет. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok